друзья всем добрый добрый денечек но сейчас на часах час дня 13 градусов и июля за рулем чит по прекрасным шоссе полуострова у нас сегодня шикарнейшая погодка как вы видите идет дождь вот немного конечно макровата но нормально пойдет отлично у нас на самом деле важнейшие миссии сегодня есть сегодня мир никак без нас не получится содержать баланс и ньянь потому что мы сегодня будем теми самыми молодцами бороться против зла вот что именно мы будем делать вы обязательно узнаете немного позже но путь у нас непростой мы для начала заедем в поселок гурзуф затем ялту по идее должны заскочить в общем погнали погнали будем делать дела параллельно все вам рассказывать гурзуфа с юлей ездим она уже большой профессионал может везде проехать куда угодно легко все уже я кстати в одном видео говорил что юля меня не слушает когда за рулем а все подписчики сказали чтобы юля меня слушала понимаешь юля вот молодец отец что это понимаешь я честно говоря первые в этой части гурзуфа у нас тут назначена встреча по пацанский стрелка по главной по главной да конечно это уже такое интересно очень косо поселок устроен все таки когда просто бываешь на набережной это одно дело да тут как-то вообще-то по-интересному все видимо вот сюда ну да я так понимаю такое все холмистое холмистое интересное дашки улочки неудобно стилю или купила духи они работают почему ты тут что-то мочалку на новую вот это вот и конечно вообще не пахнут пахнут машине не пахнут надо их просто подвесить чтобы на них вентиляция шла мне кажется хотя и так вентиляция идет на не бывает они не надо никакой никакой зачем нет сама не сможешь такое решить это я думаю стрелка прошла удачно все сделали аккуратненько аккуратненько моя ешь едет объезжай объезжай все не объезжай тогда видит что такое что такое виде кабель у меня не слушайте били убежать у меня машина там да да прижаться прижаться надо было не спеши не 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 тут не проскочишь продолжаем наш репортаж друзья место событий прямо сейчас как я уже говорил мы сегодня председатели добра на планете мы сделали доброе дело 1 с юлей это секретное дело поэтому мы не рассказываем как вы понимаете кто заказчик это это же не трасса кто заказчик этого дела заказчик мой брат это все он он говорит получится что секрет но для того чтобы делать добрые дела нужно конечно же в первую очередь удовлетворить свои потребности в том числе еды поэтому мы сейчас отправляемся в ялту делаем доброе дело для себя сходим силе прекрасное место кстати не только леса потому что в том числе вам покажем классное место где можно по есть в общем погнали сторону ялты двигаемся по южнобережному шоссе вот кстати слева до знаменитая заведение или заменитая самса можно сказать очень вкусно если честно с очень красивым видом я там бывал видео записывал даже там поэтому всем рекомендую туда заезжать честно вкусно вот это самое главное ты берешь это самсичку она прям такая сочная хорошенько там дырник давай давай обгоняем поздно все не буду командовать берешь кусаешь этот аромат сразу впивается в твои вкусовые сосочки и вот эти вот рецепторы в носу кроме говядины там ну жирка вообще нет это говядины видимо не знаю это курточок что-то добавлять какой-то курточок нет его не буду больше рассказывать это вкусно что-то улыбаешься лишь медленно быстро медленно быстро тогда ему говорят давай давай на тренинге ходи да типа учат и так и так на разных скоростях нет а тебя как учили хорошо а Никита тебя хорошо учит тебе нравится со мной ездить или нет ну мой инструктор честно был получше тебя да он реально спокойно объяснил ну выходи тогда и что ты научилась ездить а прибыли в курортную столицу полуострова 7 6 5 4 все покажем пока набережная хорошо тепло я думал будет холоднее взял с собой такую теплую-теплую рубашку но свитер очкам обойдемся кроме того я думал мы пойдем поедим но нет мы еще и погуляем потому что я только что хотел сказать я думала у нас дожди у нас не погулять думать ялочки-то потушим и домой а что-то такой подарок судьбы да такой подарок судьбы можно еще и прогуляться по набережной по красивой такой вот поэтому мы конечно же этим воспользуемся сначала поедим хорошо юля голодная я сегодня съел уже два пирожка сейчас поедим до сих пор ничего не ела да где же вкусно позавтракать ялте конечно же в давай завтракать такое есть заведение да мы там давно не были уже месяц наверное не больше 2 да может быть и так на самом деле заведение в котором круглые сутки подаются только завтраки именно там бы тоже сейчас и по завтраке смотрю красивые такие картины повесили на почте ялте посмотрите старые-старые открытки так это воронцовский дворец был это видно что вид на ялту ялтинская бухта посмотрите еще не набережной нет ничего такое что-то маленькое непонятное видимо что рыбацкая только-только начинает развиваться сейчас конечно все совсем по-другому а тут а а утка что такая утка кто знает что такое утка написать и пожалуйста вид окрестности грузу по медвей гора тоже класс красота урзов и медведь гора тоже и вот как раз давай завтракать вот и начинается завтрак в заведении давай завтракать посмотрите это называется шалом что как это называется я уже забыл фалафель огурчик ветчина хумус что-то кремовый мусс какой-то да 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 сметана да да и скрэмбл 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 это когда можно выглядеть яйца да 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 это молодец но посмотрите вид какой за одном чудесный если было бы дождик и люди бы шли вообще было бы круто но и так пойдет я считаю вот эту красоту выбрал я друзья это чудесные блинчики вишневые с тоже такой сметаной муссом ну я думаю вы сами все видите такая вот красота ну приятного аппетита все погнали можно есть как говорится я снимается 100 грамм варьется у нас юлей романтик кофе с видом в детстве мы называли такие речки речки вонючки но на самом деле это горная река которая походит там через все ялту вот и сейчас как раз в горах дожди идут поэтому она достаточно понаполнена и уточки виде даже не плавают когда был потоп это река прям выходила из берегов то все сносило нафиг в общем с ней шутки плохи но когда нет дождя она такая маленькая маленькая в разные коса 10 меньше чем сейчас так вот это же моё птичье молоко а смысл хочу прям лайк поставить джаст кофе то что посмотрите видите какую бисе . да это уже сделали на заднем дворе что называется и главное никто деревья не трогал просто спокойненько так оградили сделали все красивенько и очень атмосферно из-за этого здесь находиться вот видите сверху раз поликарбонатом этим тук 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 порк стеклом вообще красота замечательно так красиво после дождя выбери кофе если честно вот эта кофейная культура очень последнее время стала нравится потому что ты приходишь берешь это вкусник вкусненький кофеёчек с какой-нибудь вкусненькой пироженкой или вкусненьким круассанчиком и мне кажется это хорошо так тепло чем класс единственное мне она не очень нравится когда мы где-нибудь находимся где-то все стоит очень дорого дубай да ну реально можно день наверно да сейчас для вас это цены конечно ну да там другой как бы уровень жизни до другой просто вот и все ну да это по-другому набережная ялты ветерочек тепло несмотря на это даже солнышко светит и тучи очень все подряд сегодня у нас непонятно что творится наверно сейчас просто распогодится скорее всего благодаря этому ветру но думаю благодаряющему этого ветру микрофоне звук не фонтан не фонтан но чуть давайте прогуляемся потому что у нас дела важны еще впереди вот их надо будет сделать обязательно прям обязательно совсем недавно были достаточно сильные шторма интересно было как вообще ялта выдержала или не выдержала но все нормально на самом деле никаких таких видимых повреждений там набережных чего-либо не было потому что как говорится и не такое выдерживали видите все все как было так и есть просто вода залила потом ушла и все нормально вот рассказать честно ветра гулять не прям таки камильфо скоро двигаться дальше с юлей чуть-чуть буквально отошли от наверняка все ветра нет намного здесь лучше вот видите там там ветер дует он пальмы все колышется а тут он так облака да облака вообще летят образовывается непонятно что происходит крутит вертит их там в общем природа бушует наконец-то на знаете прям такая осень наступила золотая что называется вот что это клен да или как платан в общем какое-то огромное дерево посмотрите состояние листьев находится она на набережной ялты то есть ему еще как бы не знаю сколько ему до полного падения этих листьев но еще достаточно в общем еще холодов она не видела да поэтому у нас золотая осень именно на побережье только-только сейчас будет начинаться потому что в горах золотая осень уже была мы вам показали были на горе четвердак с в общем с друзьями самое главное с греем вот и всю эту красоту вам показали вот видите ну что еще стоит не желтенькая конечно не поспоришь но нет еще такого желтого желтого цвета чтобы уже листья падали не вот каштан например перед вами тоже еще не сыпется листа даже с него это я уже не говорю про это самое провод это наверное вечно зеленая а что это за дерево вообще-то не знаешь а так это же дуб он желуди такая форма интересная листа вот желуди смотрите а я никогда не знал что такие дубы бывают ну лист дубов он совсем другой наверное это что-то другое на самом деле ну а как желуди тогда растут на нем смесь бульдога с носорогом тогда скажем так странно еще зачем нет ну давай давай сходим хорошо чисто цены посмотрим сейчас мы все расскажем сходили посмотрели цены адекватные почем 10 11 есть за 18 тысяч это вот ну что смотрит а я вот за 5 видео да честно говоря я думаю скорее всего это не оригинал потому что центральная набережная такое мега адекватные цены и у них просто тишни был который стоит 120 евро у них они стоят 25 тысяч да и синие да то даже не раскручена не такие уже типа вот мы вам за детям доставим но чтобы вы понимали в прошлом году когда мы с юлей ездили в европу мы например купили их 115 евро но курс тогда был вы понимаете какой короче говоря получилось что мы где-то в раза два сэкономили а так вообще в европе обувь там 50 евро кроссовки это как бы обычная ну как это очень обычная модель обычная там пума adidas или nike да если что-то такое хочется уже чтобы ты ходил и говорил у меня такие вот кроссовки то да уже грубо говоря там 100 евро будет ну и так выше выше но можно совсем простые покупать вообще не проблема зависит именно от модели не от того что она какая-то там кожаная не кожаная а именно вот просто от модели и все какая-то авария на троллейбусных путях тут я вам сейчас попытаюсь показать не покажу у нас зеркало грязное после дождя стояла машина так тут 60 сейчас будет камера аккуратно не так едет 60 вот я попадался на эту камеру тут 40 знак ну то есть можно 59 принципе ехать и вот она камера стоит как раз на выезде из ялты еще кстати у нас установили много камер которые реагируют на ремень поэтому кто говорил что юля часто не пристегнута не на самом деле она пристегнута бывает такое что я просто вот где-то едем по какой-то вот пока касану ехали вы видели как раз там 10 километров в час частые остановки делали выйти ну короче говоря ты едешь 10 километров в час но куда тебя пристегиваться зачем вот и понятно что там никто и не штрафует потому что это горная дорога поэтому там юля может быть было не пристегнута так юля большая молодец всегда пристегнута да ну а я когда юля за рулем когда юля за рулем я тоже всегда пристегиваюсь потому что юля за рулем если честно конечно это безопасность потому что стреляют подушки и если ты без ремня вот она летит на тебя и ты летишь на нее и происходит удар еще сильнее и так они бьют очень сильно подушки носы ломают а так вообще прям говорят шею может сломать ее что угодно в общем это прям небезопасно очень небезопасно у нас погода юля говорит хуже посмотрите действительно контраст прям колоссальный только что на на набережной мы были был ветерок но было чудесно хорошо дискомфортно из-за ветра но тепло самое главное съемки тяжело просто было вести а сейчас ну что это называется это прям уже осень осень ну давай вы листьев надеюсь друзья вам видно как туман прям вот только что пробегал вот прям ваш пилот сейчас тоже будет виден я думаю этот эффект вот прям по склону облако бежит потрясающее конечно зрелище знаменитый поселок никита проезжаем именно здесь находится класс нючая место под названием никитский ботанический сад снова таки я не раз вам говорил что вот когда начинаешь где-то путешествовать по миру смотреть замечать научился последовать ценить свое на самом деле вот это не значит что не нужно никуда ездить это значит наоборот нужно смотреть и после этого говорить насколько у нас классно просто никитский ботанический сад вот сейчас как раз я буду рассказывать видео облака бежит киски ботанический сад это прямо уникальное место из-за того что там собрано просто колоссальное количество разных растений деревьев кустов чего только там нет вот и самое главное что это растет здесь вот там это целый институт я вам так скажу там работает все это выращивают все это дело как то все там вообще просто это божество оранжерея да 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 сейчас тоже туманчик а после этого посмотрите открывается окно и вот как раз таки валужки видимо так вот она облака просто застыла видите он так 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 скалы 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 видны можно конечно или попросить заехать до заедешь конечно и он там где лук дальше потом заезд за да 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 это ай да не это на санаторий как раз таки кстати классная смотровая но притормаживаю все уж не знаем что там происходит ялтинский лук вы раньше кстати этого лука очень много везде продавали но что-то нет да так проедет учиться здесь хочу они так стоят и таки не понял типа параллельная парковка мне просто вид уже хуже я прям вижу да 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 я вам показываю классную смотровую площадку и как раз будет видно так главное на драйве не уйди посмотрите вот она облака просто вот вот она здесь застряла видите какая серая погода поворачиваем камеру а там у нас совсем другая погода видите скалы это как раз таки гурзуф куда мы с вами заезжали а за гурзуфом видно что уже гораздо получше погодка хотя тоже солнце вроде не особо и облако прямо аж мчится вниз на глазах все это видно как она спускается красота неописуемая одним словом нам пора двигаться дальше поэтому погнали вперед мы сейчас находимся в городе алушта попробую дуду моего было не было сняли асфальт короче говоря центр города как вы понимаете меняется у нас прям скоро фонтан сделают и все подряд кстати рыбака рыбака вернули только что были у родителей как нам так недолго были я хотел подснять и ну что это такое не подснял ничего вот интересно так можно нет не но можно так главное аккуратненько заезжать спеша нервничая так сейчас мы посмотрим сколько у юли выдержка хорошая вот как раз таки были у родителей родители вам говорит что рыбак не очень хороший сейчас стоит ну в итоге композиция всего фонтана не конкретно рыбака фонтан в общем поменялся твою мнение не лучшую сторону я не был там не видел когда буду обязательно расскажу но вот насчет того что нас день добрых дел мы сегодня заехали самое то главное хотел подснять и как всегда знаете когда вот наступает этот важный момент ты теряешься ты забываешь мы сегодня привезли родителям как вот в общем просто как молодцы скажу так орешки привезли гранаты привезли привезли еще икру баклажанную икру кабачковую в общем все то что магазине не купишь потому что все это домашняя огорода как говорится вот так вот люди и меняются если когда-то юля думала о клубах еще о чем то то сейчас она думает как бы закатать побольше икры кабачковой баклажанной как вы понимаете да так вот конечно нет если честно очень вкусно домашняя серьезно я даже не замечаю да вот реально когда она дома есть есть как-то ты потихоньку ешь просто ты знаешь что она есть что вкусно и хорошая да вот здесь нету того силу ножку и корочки вот я щас как съем как как кайфану дождик идет мы сейчас направляемся как раз таки в сторону поселков и честно говоря у нас очень важная есть миссия и надеюсь что все нормально будет мы все успеем сделать но надеюсь конечно погодка немного немного друзья подводят город вообще двигается неспешно алушта из-за того что сейчас много лежачих полицейских где-то асфальт делают много светофоров установили и так честно говоря не спеша все ездили благодаря тому что все пропускали пешеходов сейчас еще меньше так все останавливается останавливается потихоньку ну и не скажу что плохо это ну и прям отлично не назовешь такой ситуацию камера вообще камеры конечно поставят я думаю я не знаю на что именно но есть камеры есть на группу в городской черте на дороге симферополь и ялта вот как раз таки алушту куда проезжаешь они есть но так чтобы прям в городе поэтому наверняка поставят везде есть уже даже в санношногорском есть мало речки есть только в рыбачьем нет слава богу еще слежу на этом коврике игольчатом как прихватила спину и знаете что я сделал прежде чем она прихватила ох блин лежу и почему-то наоборот болит интересно момент когда я прихватил у меня был в руках груз весом ну граммов пять вот граммов пять не килограммов граммов пять просто что-то видимо снова неудачно это капец какой-то спешил делал все быстренько жесть конечно короче говоря ужас какой-то я просто переживаю как я уже говорил скоро в поездку вот вот граммов прям не вовремя конечно ох ну конечно ну вообще не хотелось бы от меня честно говоря из-за спины поездку это будет как-то вообще неправильно поэтому я надеюсь что все быстренько пройдет у меня иначе честно говоря это будет прям очень тяжелая штука да ну в общем будем посмотреть на этой ноте позитивной или не позитивной конечно не позитивной блин джейс очень больно честно вот лежу прямо уж буду прощаться всего самого лучшего счастья здоровья и конечно же не полить на самое главное мира все все будет хорошо пока 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 пока